В гостеприимном зале Дворца культуры Родина в канун своего профессионального праздника Дня Учителя собрались педагоги дополнительного образования и воспитатели, учителя и руководители образовательных учреждений Артёмовского городского округа. Со сцены приветствовали и поздравляли всех, благодаря кому взмывают в небо самолеты и строятся города. Свершаются открытия и водятся жизнь новые технологии. Всех, кто терпеливо вёл за руку и помогал делать новые шаги в мире знаний. Нельзя недооценивать значение профессии педагогов в процессе развития всех сфер человеческой жизни, потому что система образования строится вокруг сильного, одарённого и талантливого учителя. Много добрых и искренних слов любви, уважения и благодарности услышали и услышат учителя в день своего профессионального праздника – 5 октября. В канун Дня Учителя, всех работников сферы образования, ветеранов педагогического труда и молодых специалистов, с Днём Учителя поздравила начальник Управления образования Артёмовского городского округа Наталья Багдасарян и глава Артёмовского городского округа Ольга Кузнецова. Учитель – это не просто призвание, это суть, непреодолимое желание давать знания, помогать опытам, открывать тепло и веру другим. Пусть этот день подарит вам любовь учеников и воспитанников, преданность коллег и высшую награду – это ощущение счастья от своей профессии. Желаю вам и вашим коллегам новых творческих свершений, крепкого здоровья, благополучия, мира и счастья вашему дому. С праздником вас, уважаемые коллеги! Дорогие педагоги, вы выбрали своим призванием самую важную, самую нужную профессию – профессию учителя. Уважаемые учителя, мы гордимся учителями, педагогами Артёмовского городского округа. Я хочу поприветствовать вас. Дорогие педагоги, вы смело и успешно осваиваете современные технологии, смело внедряете их в школьные практики. Вы постоянно совершенствуетесь в своей профессии. Вы вкладываете знания и душу наших детей. Вы помогаете детям познать себя и почувствовать свои силы. Вы дарите любовь и заботу. Вы учите добру, милосердию, патриотизму, без чего не становятся порядочным человеком. Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда, которые сегодня продолжают работать, показывая пример молодым учителям, являясь образцом преданности и верности своему делу и своей любимой профессии. Дорогие педагоги, спасибо вам за бесценный самоотверженный труд. Спасибо за любовь, обучение наших детей, за воспитание наших детей. Спасибо вам за вклад в развитие Артемовского городского округа, за преданность и верность лучшим традициям российской педагогики. Уважаемые педагоги, я желаю вам здоровья, успехов творческих в профессии, ярких взлетов в обучении. Я желаю вам удачи во всем. Я желаю, чтобы наши семьи были счастливыми, а дети росли крепкими, здоровыми. Удачи вам во всем и мирного голубого неба. С праздником, дорогие педагоги! После поздравительных слов прошла церемония награждения. Благодарственные письма и почетные грамоты Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, а также главы АГО и Управления образования Артемовского городского округа были вручены лучшим представителям сферы артемовского образования за добросовестный труд, успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса и воспитания подрастающего поколения. За вклад в развитие системы образования округа, высокое качество результатов образовательной деятельности и активное участие в общественно значимых проектах, реализуемых на территории Артемовского городского округа, были награждены общеобразовательные учреждения, детские сады и учреждения дополнительного образования Артемовского района. Поздравляя педагогов с профессиональным праздником, Елена Радунцева, заместитель главы администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам, отметила, что система образования округа является гордостью Артемовского района. Система образования Артемовского городского округа всегда находится на высоте, является гордостью нашего округа. И в этом году она также уверенно вступила в новый учебный год. Замечательно прошла итоговая аттестация с положительной динамикой, есть стоп-бальники, дети хорошо вступили в свою взрослую жизнь, и это ваша заслуга. Замечательно провели оздоровление на территории Артемовского городского округа, выполнили целевой показатель, не допустили того, чтобы не было квалифицированных педагогических кадров. Это ваша особая заслуга, за что вам огромное спасибо. В кратчайшие сроки замечательно подготовились в школы к новому учебному году, особое внимание уделив еще и уличной дорожной сети. На каких-то территориях это была огромная проблема, школу не принимали, у нас такой проблемы не было. Пролетел первый месяц очень быстро. На тех линейках, на которых мы побывали, мы просто порадовались этому единению, которое было и учащихся, и учителей, и родителей, и гостей праздничные, яркие. За этот месяц вы уже реализовали множество проектов, прошли конкурсы. Это очень радует. Я думаю, что этот год для системы образования будет также замечательным. Здоровья вам крепкого, успехов новых, новых планов, реализации всех самых-самых безумных творческих проектов. Пусть все сбудется так, как вы задумали. В год российского кино нельзя не вспомнить слова из знаменитого фильма, ставшего классикой российского кинематографа. Это фильм «Доживем до понедельника». Один из героев написал в сочинении «Счастье – это когда тебя понимают». Поэтому всем педагогам в их профессиональный праздник в первую очередь желали быть понятыми и услышанными, а значит счастливыми. В качестве праздничного подарка для всех работников сферы образования Артемовского городского округа Варвара Ларионова исполнила лирическую песню «Родина». Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда белый свет берегут. Дево в их награде заверли и заправы, и весенний праздничный салют. Знающий, что все вместе мы порой, и счастье можно начать мне. И радость моя пойму. В качестве награды за нелегкий учительский труд многие педагоги получили путевки на санаторно-курортное лечение в период осенних каникул. Каждый учитель по праву достоин не только любви и уважения своих учеников и их семей, но и признания его достижений в педагогическом сообществе. В уютном зале ДК Родина присутствовали педагоги, известные на весь Артемовский район и далеко за его пределами, стаж педагогической работы которых приближается к полувековому юбилею. Мудрый, опытный учитель – это настоящий светоч для тех, кто только перешагнул порог школы в качестве молодого специалиста. В этом 2016 году в образовательное учреждение Артемовского городского округа пришли работать четыре педагога. Это Илья Александрович Суржиков, учитель физической культуры. Мария Александровна Домрачева, учитель английского языка. Александра Юрьевна Рябьякова, воспитатель детского сада. И Виктория Альбертовна Меха, педагог дополнительного образования. С напутственным словом к молодым специалистам обратилась методист Центра обеспечения деятельности системы образования Артемовского городского округа Надежда Тимофеева, которая дала молодым коллегам несколько советов. Первый совет. Любите, уважайте детей, с которыми вы будете работать. Потому что каждый из нас человек, он стремится к добру, счастью и взаимопониманию. Относитесь к детям так, как бы вы хотели, чтобы относились к вам. Второй совет. Уважаемые коллеги, не плывите по течению, не плывите против течения, а плывите туда, куда вам надо. А это значит, имейте цель. А цель ваша такова, стать заслуженным учителем, уважаемым учителем, чтобы ваши выпускники могли перед вами смиренно преклонить колени, чтобы они всегда дарили вам цветы. Уважаемые коллеги, третий совет. Ваши помощники – это родители. Уважайте их, обучайте их, будьте доброжелательны к ним и старайтесь найти в них ваших соратников. Я уверена, это поможет вам стать хорошим учителем. И последний. Дорогие коллеги, сейчас такова жизнь, что надо постоянно учиться. Как изрек один философ, я знаю, что я никогда не знаю, что я ничего не знаю. Поэтому не стесняйтесь спрашивать ваших коллег. Ходите на занятия, на уроки и повышайте свой профессиональный уровень. И тогда удача догонит вас. Желаю вам успехов, благополучия. И пусть ваше сердце остается пламенным. И к детям, и к родителям, и к своим коллегам. И тогда счастье будет с вами. Не сворачивайтесь с этого пути. Ведь вы уже выбрали свою профессию. Педагоги-ветераны, как опытные наставники, как хранители педагогического мастерства и мудрости, передали символическую эстафетную палочку тем, кто в этом году приступил к выполнению своих трудовых обязанностей и вручили им небольшие подарки. Мы всегда будем благодарить наших учителей за то, что они выбрали именно эту профессию. Потому что каждый из них взял на себя огромную ответственность научить каждого своего ученика, азам наук, передать все свои знания, умения и навыки, создать условия для раскрытия потенциала нашего подрастающего поколения.